книга открытым оком тема священства том 9 вопрос 2298 и он сказал им так говорит господь бог израилев возложите каждый свой меч на бедро свое пройдите по стану от ворот до ворот и обратно и убивайте каждый брата своего каждый друга своего каждый ближнего своего и сделали сыны левийные по слову моисея и пала в тот день из народа около трех тысяч человек книга исход 32 21 28 скажите почему наказали отступников а не аарона и почему отступников именно убили они прогнали или не прокляли ведь заповедь не убей было уже дана моисею отвечает игнатий тихонович лапкин из источников иных мы нигде не видим что же было на самом деле когда моисей был на горе но аарон не подавал этой идеи вылети стука на быка а подал народ конечно не весь народ но часть оголтелых смутьянов моисей вник во все детали этого бунта и аарон боялся и чтобы они не убили его не повернули и не ушли до прихода моисея которого уже и не чаяли дождаться сделал это по принуждению каноны делают большое различие между тем кто добровольно делал зло или по принуждению григорий неокисарийский второе правило цитата и так по разделению грехов вышереченным образом грехи которые касающиеся мысленной способности души признаны от отцов тягчайшими и требующими большего продолжительнейшего и строжайшего покаяния например если кто отрекся от веры во христа и явился предавшим себя или иудейству или идолопоклонству или манихейству или иному подобному виду нечестия таковой если произвольно устремился на сие зло но потом раскаялся все время жизни своей должен иметь временем покаяния ибо таковой не удостаивается никогда во время совершения таинственной молитвы вместе с народом поклоняться богу но наедине домолится а от приобщения святых тайн совершенно да будет отлучен но в час исхода своего от сей жизни да удостоится причаститься святых тайн да удостоится причастия святых тайн если же поочечаяния случится ему остаться в живых то снова доживет в том же осуждении не сподобляясь святых тайн до исхода своего а те которые муками и жестокими истязаниями вынуждены подвергаться эпитимии на определенное время А те, которые муками и жестокими истязаниями вынуждены, подвергаются эпитемии на определенное время. Ибо святые отцы таковое человеколюбие показали им потому, что не душа их подверглась падению, но немощь телесная не могла противостоять мучениям. Посему за насильственное и мучением вынужденное отступление по обращении мера эпитемии определяется по примеру согрешивших любодеяния. Третье. Те же, которые приходят к чародеям или прорисателям или к обещающим через демонов учинить некое очищение или отвращение вреда, подробно довопрошаются и доиспытуются. 3. Оставаясь ли в вере во Христа, некую нуждой увлечены они к таковому греху, но к таковому греху по направлению данному им каким-либо несчастьем или несносным лишением или совсем презрев исповедание, от нас им вверенное прибегли к пособию демонов. 4. Ибо если учинились сие с отвержением веры и с тем, чтобы не веровать, что Бог есть поклоняемый христианами, то без сомнения подвержены будут осуждению с отступниками. 5. Если же несносная нужда, овладев слабою их душою, довела их до того, обольстив некою ложную надеждою, то и над сими также добудет явлено человеколюбие, поподобие тех, которые во время исповедания не возмогли противостать мучениям. 6. Может быть и родственные чувства и ходатайства сыграли свою долю смягчения вины Аарона. 7. Пророк. Книга Исход 32.1 7. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел пред нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». 7. Исход 32.35 8. И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. 9. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». 9. Исход 32.22 10. Но Аарон сказал Моисею, «Да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь, этот народ, что он буйный». 10. Число 16.42 10. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. 11. Книга чисел 20.24 «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были по велению моему, увод миривы». 12. Таразакония 9.20 12. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. 13. Куда бы ни пошел мой Иисус, пророк из Галилеи, Бог Всесильный, за Ним я побегу, не поплетусь, а полечу на двух крылах орлиных. 14. Нельзя ли путь его предугадать в тысячелетии хотя бы третьем? 15. Все те же небеса и та же благодать, как будто утром в Назарете встретил. 15. Евангелие тоже и тот же Сын Марии, все с тем же топором, рубанком и пилой, раскаившихся так же примет, не отринет, не стыдно повторять, что я его улов. 15. Мне хочется, во мне любовь пылает, я жажду Иисусу послужить. 16. Забьюсь ли в монастырь подальше от Пилатов, для мира схимников соделаюсь чужим? 17. Нет, 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 его следы по Иудее среди мирских, семейных и недужных, Евангелие, высшую идею к сердцам нести через язык всем буши. 18. Он – путь, всегда в пути, а не в затворе. За ним идти не в келье для монахов, след в след за ним последователи торит, не ведая пред иродами страха. 18. Что делал бы Иисус со мной в квартире, с утра до вечера ужить со мной сумеем? 19. На проповедь выводит он для мира, не иноческий дав устав, семейный. 20. Кому-то мертвая икона мироточит под заунывные акафисты каноны. 21. Учусь плевать и мазать бреньем очи, держаться на плаву, когда священство тонет. 21. На сотый раз свой проверяю курс, не ошибиться, в самость запахнувшись, не в монастырь, а в мир ушел Иисус, раскрепостить попами замазанные уши. 13. Июня 2004 год. Игнатий Лапкин 20. Игнатий Лапкин 11. Игнатий Владимора